всем при дорогие друзья с вами я александр михаленко и в этом видеоролике я вам покажу одно очень интересное горообразование которое вам не показывал еще не один блогер находимся мы неподалеку от города судак в селе веселое старое его название кутлак дальше кутлакская долина я тоже вам ее обязательно покажу ну а путь наш лежит через крымские виноградники видите друзья вон вверху такие скалы не как рожки торчат называются два брата и сейчас мы отправимся к ним тут где-то по пути должен быть еще родник я надеюсь что смогу его отыскать поднимемся то в горы я очень хочу их снять на квадрокоптер всегда когда проезжал по трассе на пляж веселая мечтал это сделать надеюсь сегодня нам это удастся но если конечно нас не настигнет дождь потому что с той стороны какие-то очень темные тучи движутся в нашу сторону тем более на сегодня такая погодка у нас передавали какие-то штормовые предупреждения но надеюсь что на все получится так покажу вам немного винограда надеюсь что нас никто там не подстрелит потому сейчас уже друзья сезон созревания виноградов должны охранять смотрите какие грозди висят это все идет на производство вина вот так винограда в этом году очень много посмотрите вот весь ряд я смотрю полностью облеплен этим виноградом этими гроздьями вот такой хороший сезон сегодня поэтому ждем вкусное вино смотрите кто из блогеров вам еще показывать будет такую красоту такие грозди ну прям красота друзья пробовать я не буду я честно говоря виноград не особо люблю но наверное он вкусный вот смотрите прям все усыпано грозьями винограда скоро начнется сбор по пути нам встречается две вот такие темные кучи угадайте что это я вам скажу когда-то это был тот самый виноград который мы с вами видим на заводе он проходит я не знаю какие обработки его выжимают потом видимо еще что с ним происходит и потом на вот такой специализированный акс специализированный полигон его вывозят и он становится вот таким ведь он такого бордового цвета вот так делается вино такой же полигон я видел и в судаке у нас где долина рост находится тоже с завода выводят потом его ну судаке по крайней мере его сжигали насколько я помню здесь не знаю что с ним делают но вот так он будет прям бордовая все это не навоз друзья она очень похожи но нет это сырье после обработки вот такое получается вот это выглядит ну да видите здесь уже такой кучу сожгли она черная стала превращается в такой пепел в залу это видимо только недавно сюда ее привезли вот такая как будто земляка это с марса у нас это спрессованы вот эти корки винограда все вот так выглядят на этом месте когда-то был водоем через который поливали виноградники вот здесь как видим он пересох за ним находится еще один второе сейчас вернемся в ту сторону посмотрим если там вода его когда давно снимал вода была и вы посмотрите на эти горы друзья которые у нас на фоне плюс это темное небо которое движется в нашу сторону чувствую мы сегодня с вами все-таки попадем под хорошие ливень и вот такие шикарные здесь горы и вот наша горка идти к ней не совсем не сложно но когда мы подойдем запустим квадрокоптер я уверен что получится у нас прям очень интересные виды пойдем как раз через ряд виноградников напрямик второй водоем вот здесь он находился я помню в нем еще была вода сейчас к сожалению тоже полностью сухой стоит надеюсь что сегодняшний дождь если он все-таки пойдет а он должен пойти хотя бы немного его наполнит ладно давайте возвращаться назад и поднимемся уже к нашим скалам хотели суток пройдемся и вот они очень близко так кажется но идти туда около часа наверное придется если не больше что-то мне подсказывает что мы просто не успеем дойти до начала дождя там тучи такие серьезные движутся в нашу сторону поэтому друзья сегодня у нас получится наверное экстремальный поход в горы главное чтобы не было грозы если находиться в горах во время грозы такого мне еще не было я думаю что это будет очень страшно потому что еще у меня много техники разное электричество все мы знаем теорию что якобы молния бьет туда где есть телефон допустим мобильный либо какая-нибудь батарейка но надеюсь все это неправда и нам удастся с вами выжить сегодня в общем друзья иду по ряду с виноградником что я могу вам сказать урожай в этом году действительно очень хороший грозди висят сейчас буду идти все это вам показывать ну просто красота вот настоящий крым вот такой я обожаю наконец-таки осень скоро зима пешие прогулочки как сегодня мы уже осенью начинаем ходить горы потому что не так жарко можно ходить на дальнее расстояние и при этом не уставать и опять снова с собой воду нельзя но она нам сегодня понадобится сегодня у нас будет дождь и смотрите сколько здесь винограда просто все облеплено вот такими гроздьями ведь весь виноградник ряды идут просто по несколько сот метров хоть ведь есть какой-то если обработает обработка дома испорченной обрабатывать чтобы никто такие паразиты не ели но это же красота вот он крым настоящий смотрите и вот так просто весь ряд облеплен не один ряд все ряды вот так у нас сегодня виноградниках просто грозди такие приличные так у нас усиливается ветерок нам это вообще-то не нужно ветер успокойся немного дай нам подняться хотя бы на гору вот такая красота скоро кстати виноградник начнет желтеть листочки у него краснеть вот тогда получается все самые красивые фотографии виноградниках будут скорее всего организованы какие-то фото туры как как каждый год делается и я вам покажу самый красивый виноградник крыма который цветет таким бордовым красным цветом здесь кстати возле этой скалы находится еще водопад но к сожалению летом он пересыхает видите даже кинули вот такую систему по которой должна вода с этого водопада идти в емкости для полива виноградников я очень бегу запыхался чтобы успеть коптер запустить пока и начался дождик а вы посмотрите на небо было солнце вон она уже вон там где-то штучки нас по чуть чуть накрывают конечно но мы должны мы должны сегодня успеть все ящерица до змея да к сожалению вот он водопад он вроде бы немного влажный я уже отсюда веществ покажу вам вот то самое место где должен быть водопад по скале видно что действительно вода здесь стекала ведь оставила такие потеки но скорее всего он образуется после хороших дождей и возможно если пойдет ливень то я здесь останусь чтобы показать вам этот водопад так а что там находится у нас давайте по этой канавке и пройдем с вами так здесь на шиповник растет люблю кстати чай шиповника но он высокий действительно было бы здесь вода было бы очень круто из прям от весна я вот такая скала друзья это должна течь вода он приводим в камышах каких-то я бы что-то изменение было и какую-то видите построили фундамент неизвестно для чего это и вот такие потеки как на карадаге когда идете на морской экскурсии там пока за тоже водопад с вот такими черными потеками о ее ей ящерица не пугай метод смотрите из чего состоит вся эта скала это друзья морские камни которые вы могли видеть просто на пляжах это галька вот она мелкая посмотрите представляете когда-то это все было дном океана вот здесь очень четко прорисовывается реально вот они морские камни и как далеко мы сейчас находимся от моря представляете просто даже сложно в это поверить что здесь когда-то была вода что это было под водой даже и вот вся скала состоит из этих маленьких камней как будто цементах залили и вот так они здесь находятся но видеть такие желтые потеки это значит что здесь было железо не было но возможно и есть железная руда там внутри кусочек но вот так все это выглядит ладно не будем задерживаться если воды здесь нет отправимся к скале два брата возле водопада растет яблонька вот такие яблочки на ней сейчас попробую начинать зеленые вот так выглядит яблочко возле водопада пробы если нам даст силы и энергии найти до самого верха яблонька точности не даст очень кислющая все пойдемте карабкаться на гору при подъеме на гору обнаружил вот такую каменную кладку видно что она какая-то древняя и видно что это действительно дело рук человека потому что ко мне вот так сами стену не смогли бы построиться интересно для чего я здесь сделали в таком месте видите непонятно в этом месте очень интересно идет пласт видите вертикально прям поднялся на земле и вот торча такие слои и раз вижу примерно так ровненько он поднимался вверх и уже открываются вот такие у нас виды на кутлак скую долину вон даже вдалеке кусочек моря виден здесь видите бежала вода за которая поступает водопад вот там гора перчем находится судаке которая и вот наш путь еще выше нужно нам забраться наша цель совсем близко кажется но идти еще достаточно далеко вот эти друзья две скалы прямо наверху находятся чем ближе подхожу тема не здоровее становятся внизу казались такие маленькие здоровые скалы но вид нас уже может порадовать посмотрите сюда виноградники крымские горы море отсюда видит вот он всего веселая поселочек в общем нереальная красота здесь вот такой дикий крым я обожаю путешествие наконец-таки настала эта пора путешествий по крымским горам красота но дождик вроде бы не пошел тучки видите темные висят но пока ничего серьезного нет с трассы дорога сюда казалось намного легче что я могу сказать вам тропинка закончилась приходится пробираться сквозь заросли вот так и нам бы выйти на какой-нибудь вершину у друзья грунт сыпучий мелкие вот эти камни поэтому если вдруг решите восхождение сделать сюда одевайте хорошую обувь ну а мы дальше движемся обнаружил вот такой небольшой грот но хотя бы если пойдет дочь у нас будет где укрыться местечко сейчас немножечко отдохну и пойду дальше ой друзья хорошо что погода такая стала пасмурно что солнце нет потому что по солнцу было бы очень сложно идти по жаре вот смотрите небольшая пещера и даже можно за ночевать ночь в пещере здесь там нет летучих мышей вверх она немножко еще идет все отдыхаем и вперед тропинка нормально закончилась посмотрите вот такие заросли за нами сейчас решил подняться немного на эту горку посмотреть что на ней вообще спустимся ли мы потом с ней или нет не знаю но походу там должен быть спуск горы вот такой пологий я очень на это надеюсь потому что возвращаться назад уже просто не вариант так поднимаемся здесь наверху ветер тут вроде бы хорошая дорожка на час пойдет мы поднялись и наш путь лежит вот к этой скале двум врача к ним трудно добраться нужно с другой какой-то тропинке начинать нет водопада потому что с водопада будет очень сложно пройти вот это все видите какие-то старости и вот сейчас вот здесь поднимаемся спускаемся поднимаемся спускаемся их на месте впервые мы с вами на этой вершине сюда еще точно ни один блогер не поднимался просто ни у кого не видео отсюда видеоролика и какие потрясающие виды открываются просто дух захватывает вы посмотрите на эту красоту но я не могу ничем описать это живописнейший пейзаж это нужно видеть в живую просто идем вот по краю горы сейчас посмотрим видно веселое море отсюда он хорошенько просматривается посмотрите какие с этой стороны горы тоже такие все покрыты можжевельником невероятно так давайте дойдем до вот этой точке пиковой на край конечно страшно становиться то что падать вниз ну совсем не хочется смотрите это рядом судаком все находится новые красоты которые вот мы сегодня вместе с вами открыли думаю что и зимой я хочу за время снега вы путешествовать по горам это будет сложно но мы с вами со всем справимся окно теперь нам нужно через вот этот каньон перебраться этим горам и там уже запустить квадрокоптер давайте идем туда осталось еще немножко ой как сложно идти к этой горе друзья видите два брата для скалы рядом почему их назвали два брата ходит такая легенда что в селе кутлак ныне село веселое жили два брата которые влюбились в одну девушку и вот сюда они пришли якобы за нее драться точно дословно историю не помню так вкратце вам расскажу они пришли сюда драться кто победит того кому и достанется эта девушка но здесь жила злая ведьма в этом селе и она превратила их в камни и вот до сих пор они здесь стоят но местные жители нашли эту ведьму насколько я читал и заставили ее саму себя превратить тоже в камень находится с другой стороны этих гор как-то доберемся я вам покажу эту ведьму а тоже виде скалы вот так движемся мы на финишной прямой вот она скала два брата осталось спуститься немножко и подняться и все на месте вот эти ягодки говорят что их используют для настойки некоторые люди не знаю насколько достоверная информация кто так делал отпишитесь нам комментариях все последний отдых пять минуточек и мы уже вот мы на месте уже запускать буду квадрокоптер оттуда здесь так красиво друзья вот здесь чувствуется настоящая такая какая-то энергия дикого крыма я не знаю это нужно самим когда-нибудь вам почувствовать и так сходить в поход мне нравится вот такие одиночные пешие поход когда я один в ветер подымается надеюсь квадрик взлетит даже если будет ураган мы его все равно запустим потому что я столько прошел что я не могу остать это просто так конечно невероятные красоты здесь обязательно посетите эти места но мы последний рывок видите разыгрался конечно но здесь безумно красиво все мы с вами это сделали лучше гор могут быть только горы на которых еще не бывал мы находимся между двумя братьями вот старший вот младший его на той стороне это ведьма находится здесь кстати сделали вот такое место такой небольшой лабиринтик в виде солнца но это скорее всего зона для разведения костра видите выглядит прикольно ветер конечно очень усилился но все же я выполню запуск квадрокоптера погнали ты потому что тучи с той стороны опять настигают нас и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 красиво реки грозе ну просто обреплена все ими согласитесь же шикарно я обязательно в этом году в том хотелось и снять но в этом постараюсь для вас снять для вас чем болот чем болот это то когда собирают виноград уже вот все эти заводы нанимают людей они собираются наград чтобы делать потом вино я хочу весь этот процесс записать есть конечно же мне это удастся потому что говорить легко а делает съемку сложновато что друзья будем прощаться вот такой небольшой получился видеоролик очень насыщенный очень интересно здесь он вам понравился приглашайте друзей на канал и обязательно посмотрите вот этот видеоролик который у вас появился на экране он тоже очень и очень интересный с вами был я александр михаленко уже завтра выйдет новое видео всем пока дождик все-таки хорошенький у нас пошел но я буду ловить попутку до судака надеюсь кто-нибудь меня подвезет пока я совсем не промок